Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья из библиотеки Мидланд. Мы сегодня поговорим с вами о книгах, которых нет слов и есть только картинки. Бывают ли такие книги? Да, конечно же, бывают! И одна из них у меня в руках. Смотрите, это книга. В ней только картинки. В ней нет слов. И мы с вами посмотрим и проверим, правда ли это. А написано здесь рисуй. Смотрите, если мы напишем это по-русски, то будет рисуй. Смотрите, мы просто можем себе представить, что у нас есть, например, солнышко, например, цветочек или домик маленький, и сочинить историю про то, что мы видим на картинке. и сочинить историю про то, что мы видим на картинке. Вот так создаются книги, которые без слов, одни только картинки. И сейчас мы с вами посмотрим внимательно на книгу, которую написал Рауль Калон. И здесь история про мальчика, которого зовут Леонардо. Этот мальчик оказался в комнате один, и он решил отправиться в путешествие в Африку в своем воображении. То есть нарисовать, придумать картинки, нарисовать их, и потом представить, что это реальная жизнь. Вот таким образом вы тоже можете делать со своими детьми. Можно спросить ребенка о том, что же он видит на картинке, предложить ему рассказать историю, или самому рассказать историю, или часть истории рассказать самому и предложить ребенку продолжить эту историю. Вот таким образом вы можете использовать вот эти книги, которые без слов. А можно еще и придумать костюм. Я сегодня собралась на сафари читать эту книгу. Так вот я сегодня еще и шляпу с собой прихватила, чтобы солнышко мне голову не напекло в Африке. Вот таким образом вы можете с ребенком читать, придумывать истории. Ну, давайте же мы с вами посмотрим про Леонардо. Посмотрим на картинки в этой книге. Вот вы видите Леонардо? Он здесь представляет, что он взял мольберт и стал рисовать. А на книге, которая здесь внизу, написано Африка. Значит, история будет про Африку. Ну, а кто же живет в Африке? У меня тоже есть животные из Африки сегодня. Посмотрите, слом и есть жирафы. Так вот первым, кого он встретил, был слом. И он, конечно же, сразу нарисовал его портрет. И слом стал его самым лучшим другом. С ним на его спине Леонардо и отправился путешествовать. Посмотрите, какой счастливый слом, потому что ему очень понравился портрет, который нарисовал ему Леонардо. Отправляясь в путешествие, они увидели зверей, которые полосатенькие. Кто же у нас такой полосатенький бывает? Догадались? Это зебры. Это зебры в таких полосатых костюмчиках. Вот. И он, конечно же, нарисовал портрет этих зверей. Отправились они дальше. А там животные, которые высокие, у которых длинная шея. Хм, кто это? Конечно же, вы угадали. Это жирафы. Нарисовал он портреты жирафов. Вы можете посмотреть, какого цвета жирафы, какие у них пятнышки. Разобрать это все подумать, как же они интересно вписываются в ландшафт, ту природу, в которой они живут. Встретились они и со львом, и львицей. И чтобы это было безопасно, Леонардо сидел на дереве. Много разных зверей в Африке. И одно из замечательных животных – это обезьяны. Посмотрите, как любят обезьянки позировать Леонардо. И даже они попробовали тот хлеб, который был у Леонардо с собой. Да, вкусный оказался хлеб. И даже шляпку его подержали. Так, и еще одно животное – это носорог. Серьезный такой носорог. Рог у него большой на носу. И посмотрите, какой он грозный. Что же случилось с Леонардо? Леонардо стал рисовать, потом увидел, как носорог несется на него. Леонардо убежал. Леонардо убежал и спрятался. Посмотрите, он залез на дерево. И оттуда с дерева показывает портрет, который он дорисовал. И показывает это носорогу. Похоже, что носорогу портрет тоже понравился. Много разных животных в Африке. Он даже, в его истории он даже научил обезьянок рисовать. Посмотрите, теперь они нарисовали портрет Леонардо. Какая интересная история. Ну что ж, путешествие в Африку закончилось. Ему нужно отправляться домой. Он обнял своего друга слона и отправился домой. А на самом деле он никуда, конечно же, не уезжал. Он по-прежнему был в своей комнате. В своей кровати. А рисунки, которые он сделал из его воображаемого путешествия, теперь были с ним. На следующий день он пришел в школу и поделился с друзьями своими замечательными рисунками и своей замечательной историей. Вот так, не выходя из дома, можно развивать свое воображение, нарисовать что-либо и представить себе, что это в реальной жизни. Таким образом, можно использовать несколько способов подготовки ребенка в школу. Можно говорить, обсуждать с ним вопросы самые разные об этой истории, которую вы с ним сами сочиняете. Можно рисовать эту историю. Можно написать несколько буковок, если ребенок маленький и тот, кто постарше, может написать побольше. То есть придумать слова к той же самой истории, это тоже возможно. Можно даже спеть песенку о том, что сейчас происходит в вашей выдуманной истории. Так вы можете использовать разные способы, и они всем помогут подготовить ребенка к школе. Итак, до свидания. Всего вам доброго. Используйте книги, которые без слов, и сочиняйте свои истории по картинкам, которые вы увидите. Всего доброго. До свидания.